привет трудяги вы на канале хьюстон знает сегодня говорим тоже на важную тему как правильно трудоустраиваться именно какие вопросы нужно задавать потенциальному работодателю а вопросов у меня 7 и перед тем как мы начнем самое важное когда вы звоните говорите всегда добрый день я по поводу вакансии не надо говорить там алё здорово там или алё здрасте чё как вот это вот выкидывайте вот такими сразу разговаривать никто не будет вам скажут что извините там вакансии нету нет добрый день я по поводу вакансии первый вопрос расскажите поподробнее о работе чем я буду заниматься где я буду работать в каком регионе где буду жить условия все условия труда жил бы это важно понимать потому что возможно у вас там разъездной характера либо вы будете все время в одном месте работать чтобы иметь понимание потому что вакансии когда публикуют не всегда описано та информация которая будет соответствовать действительности второй вопрос и самый интересный вопрос это у нас какая зарплата зарплата бывает разная да у нас есть белая зарплата серая зарплата есть черная зарплата стиле есть ли еще аванс потому что бывают такие компании до сих пор встречается что заработная плата только один раз в два месяца вроде 21 век на дворе мы все в кредитах ежемесячных которые нужно вовремя гасить но тем не менее такое встречается вопрос номер три официальные ли вы устройство либо по гпх либо вы будете вообще как в какой-нибудь землянки жить и когда будет приезжать какая-то комиссия вы будете прятаться вас будут завозить в черную такое тоже бывает в какими-нибудь обходными тропами и как говорю вы постоянно будете всего бояться важно понимать что вы выбираете работодателя также как он выбирает вас чему я говорю вы обязательно все эти вопросы должны проговаривать и всех записывать чтобы потом не забывать какое-то же бывает позвонил узнал на следующий день забыл все условия а потом звонить уже как-то это но неудобно неудобно слова сразу выкидывать 3 2 момент это тоже что многие просто стесняются задавать вопросы думают а вдруг это мне сейчас задам вопрос и меня не возьму но здесь тоже надо подходить правильно надо все равно всю информацию собирать это поедете неизвестно куда поедете третий момент это когда вы будете спрашивать просто спрашивайте спокойно знаете как примерно при петре первом да вот это такой немножко шальную веселую чтоб все нормально если вы будете в надменном то не разговаривать то соответственно вас никто ничего мимо пропустят даже если вы супер специалист потому что у нас не всегда компетентные кадры к сожалению они могут все принять это на личный счет четвертый вопрос это если социальные пакеты что в него входит то есть отпускные и какая идет ставка отпускных это тоже важный момент поинтересуйтесь например если у вас зарплата выходит там 3000 в день то у вас отпускные примерно должны быть 3000 в день надо узнать как они рассчитываются то бывает что где-то отпускные там 1000 1200 вот так если оплата льготного проезда один раз два года в принципе по трудовому законодательству это есть но не все это соблюдают оплачивается ли больничный вроде бы такой странный вопрос да но вопрос актуальный пятый вопрос это компенсируется ли проезд на работаю обратно компенсироваться должен в любом случае также компенсация столовой частичная нет компенсации или компенсировать то есть конечно во многих компаниях вы питаетесь за свой счет но все равно есть небольшие небольшой ряд компаний где компенсации для частично есть встречаются компании где компенсирует сто процентов питания ну и седьмой вопрос это сколько длится вахта по факту потому что вам скажут что месяц месяца вахты сейчас нигде нет минимум полтора и два месяца это по западной сибири у нас два месяца в среднем если восточную сибирь брать там от трех месяцев вообще начинается говорю обязательно вы должны все записывать вы делаете все на листочке в ряд строчку прописывайте вопросы столбик вы делаете компании прописывайте все их не условия вот так вот и потом анализируйте все соц условия это тоже включайте в заработную плату делите и все анализируйте не рекомендую вам идти в компании вот эти черно-серый там делать нечего потом по гпх тоже желательно не ходить но если уж вариантов нету конечно эти ну и когда вы устраиваетесь на работу проанализируйте рынок вакансий данной профессии по которой вы идете если она уж вообще там заниженная или зарплата указана одна по факту друга не стесняйтесь пропускать ее мимо и ищите дальше нахрен такие пусть дальше подумают как говорю над своим поведением пусть уже немножко зарплаты начинают поднимать скрипт этих вопросов и найдете у меня в инстаграме также в инстаграме вы мне найдете услуги по трудоустройства сопровождение то есть если вы долго не можете найти работу не знаете куда идти или у вас там нету например нет профессии профессию моем подберем я помогу вам подобрать если вы не знаете куда идти учиться мы выберем учебное заведение также подберу потом вам после завершения курсов я подберу вам несколько вариантов для трудоустройства даже если у вас нет опыта и самое главное я вселю вас уверенность в дальнейшее движение в будущее у вас со мной не будет нерешаемых вопросов